Друзья, всем здравствуйте! Вы на канале Мой Сад, Моя Гордость и с вами Елена. Сегодня у нас уже 7 октября. Я хотела сделать небольшой обзорчик своего сада, что у нас сейчас на данный момент что-то цветет. Навожу порядки. Хотела сказать, кто еще не заказал растения, также могут еще заказать растения. Я отправляю растения. Многие задают вопросы, что, Лена, можно ли сейчас еще заказывать растения. Можно, друзья. Просто сделать перевалку и все. Спрашивают, как сохранить. У меня даже если остается посадочный материал в горшочках, то есть я его просто составляю в ящике и он уходит у меня под снег. И прекрасно-прекрасно сохраняется. Поэтому не поздно еще заказать растения. Также хотела сказать, что кто не хочет потерять мой канал, также может перейти по ссылочке на канал Яндекс.Дзен. То есть у меня есть канал на Дзене. То есть ссылочку я оставлю в комментариях. Заходите, подписывайтесь. Вот. И давайте начнем. У нас уже были, конечно, заморозки. То есть я тут уже убрала эколиусы. Все повыдергивала. Ну, в общем, одним словом навожу порядок. Вот. Листики уже все опадают. Тут вот гибискусы уже стоят, уже голенькие. Гибискусы буду заносить домой. В подполье сохранять. Вот. Обрезку еще гортензиям я не делала. Не делала. Попозже маленько сделаю. Перед самым снегом, друзья. Вот. Кто спрашивает. Смотрите. Это у меня, конечно, из новиночек. Я весной посадила. Это скобиоза. Вот такая вот красотка. Посадила два сорта. То есть кустики невысокие, но очень-очень красиво, оригинально смотрится. И также скобиоза. Вот такая вот сиреневая. Вот. Ну, разрастется, понятное дело. То есть она уже процвела практически. Ну, вот видите, еще показывает себя. Очень красивое растение. Это из новиночек. Вот. Выкопала я георгины. Вчера буквально. Еще вот этот осталось апатио выдернуть из горшка. То есть и в ящик сложить. На 8 потихоньку. Навожу порядок. Вот. Ну, смотрите. Компанелла до сих пор девочка радует. Посмотрите, какая прелесть. Компанелла есть у меня тоже в продаже. Есть белая, есть фиолетовая. И есть компанелла Элизабет. Это махровая. Вот так вот выглядит, как говорится, осенний сад. Лиственница, посмотрите, желтеет. Скоро сбросит свою хвою. Ну, красотка. Ну, посмотрите. Вот 7 октября. Как радует себя японская анимона. У меня их два сорта. Белая и розовая. Посмотрите, какая девочка. Просто красавица. Просто супер. Вот. Спрашивают про пруд у меня. То есть, выливаю ли я воду, сливаю с пруда. Нет, друзья. Я ничего не сливаю. Сюда единственное кидаю пару досточек. Для того, чтобы пруд не лопнул. Ну, и все вот эти вот кувшинки, да, лилии вот эти вот. Они остаются зимовать в пруду. Вот так вот все сейчас выглядит. Ивы вот такие плетеные. Посмотрите, тоже стали желтые, золотого цвета. Ну, красиво, конечно. Осенний сад очень красиво смотрится. Очень. Ну, конечно, не хочется зимы. Здесь у меня лобелия многолетняя. Взяла черенки с нее. Буду укоренять в течение зимы. То есть, вот так вот она, девочка, смотрится красавица. Вот. Здесь у меня крушинка. Кто спрашивает, как зимует. Хорошо зимует крушина. В прошлом году я ее посадила. Вот так она уже выросла красоточкой. Так. Ну, поехали дальше. Гортензии я уже сказала, да, чтобы обрезать позже. Вот так вот первый год у меня зацвела металлика. Соответствует сорту. Видите, да? Красотка. Выдала вот таких два соцветия. Очеточки. Посмотрите, очеток какой красивый. С темным листом. Вот. Здесь у меня лимонник китайский. Вот так вот он дает ягодки, плоды. То есть, из плодов можно делать варенье. Очень лечебное. Листочки заваривать в чай. Вот. Все облетело, конечно. Приготовилось к зиме. В этом году не все распустились хризантемы. Не все показали свою красоту, потому что лета у нас толком не было. И весны толком не было. Ну, зато вот октябрь сейчас стоит более-менее. И то надолго или нет. Ну, в общем, хризантемы себя в этом году не очень показали. Ну, и в любом случае я очень рада то, что хоть что-то распустилось. Хоть как-то проявило. Вот. Красота. Розы я тоже буду чуть позже обрезать. Бузульник. Блэк. Брала с него череночки. И в череноснике у меня стоят, укореняются. И еще в домашних условиях я тоже буду укоренять. Ну, поставила на укоренение красотку вот такую. Но кое-какие клематисы, смотрите, друзья, до сих пор продолжают еще радовать. Несмотря на то, что погоды уже в принципе нет. Но какие-то клематисы до сих пор радуют. Посмотрите, друзья. Просто. Вот он, Джекман гибридный. Посмотрите, какая прелесть. До сих пор радует. Беспрерывное цветение у таких клематисов. Видите, цветут еще. Здесь у меня клематис Рамона. Тоже в этом году зацвел намного позже. Ну, отцветает, конечно. Но тем не менее. Вот такая вот красотулечка. Вот так вот выглядят сейчас василисники. Понятное дело, да? Отцвели уже. Ну, где-то вот еще цветут, видите. Но очень красиво показали. Очень благодарна вам, кто заказывает у меня василисники. Это гибриды. Красота неимоверная. Просто. Даже вот, смотрите, отцвела эхинацея. Но вот эти вот коричневые шишечки. Посмотрите, как они смотрятся осенью красиво. Друзья, очень красиво смотрятся. В общем, такой осенний-осенний сад. Ну, какие-то розы до сих пор еще радуют. Видите, да? Сами. В любом случае, что-то еще радует в это время. Ну, а мы, как правило, каждому цветочку рады. Согласитесь, друзья. Здесь морозники. Отцветают, конечно, это уже повторное цветение морозников. Красотулечки. Ромашечки я уже пообрезала. Очень красиво смотрятся сейчас в это время. Это гехеры, гехерелы. Посмотрите, такой осенний-осенний красивый лист. И вот в этом году очень много говорила, да? Я сказала уже, что гортензии не проявили себя. Какие-то, вот видите, только начинают, да? В плане того, что распускаться. Какие-то еще даже вообще не успели, да? Вот если посмотреть на вот эту, вот смотрите, гортензию. Видите? Только-только начинает. Вот все в этом году намного-намного позже. Ну, а щитки посмотрите. Ну, как не любить такой цветок. Красота. Здесь тоже в этом году позже зацвела анимона белая. Но она еще процветет, конечно. Главное, чтобы не было заморозков. Вот тоже клематис, видите? Красотучки. Понятное дело, скоро обрезать все надо будет. Клематисы. Здесь вот полярный мишка у меня, полярный медведь. И самарская лидия. Гортензии у меня много. Пишите в WhatsApp Viber. Я вам пришлю список гортензий, которые у меня есть. Василисник махровый. Видите? Отцветает, конечно. Но показал себя. Очень красиво показал. Гортензия пильчатая. Буду сохранять ее также в зиму, укрывать. Пошел дождик. Только сказала, что погода наладилась более-менее. Пошел дождик. Красоточка. Вейгелова регатная девочка. Отцвела уже. Но показала себя очень-очень красиво. Тоже есть у меня в наличии. Посмотрите. До сих пор еще радует мордовник. Вот. Что-то я обрезала. Но это не стало обрезать. Думаю, пускай еще маленько процветет. Здесь у меня дуболистная гортензия. Вот сюда я ее посадила весной. Гортензии у меня где-то 35 сортов метельчатых. Также древовидные есть и крупнолистные. Ветер поднялся. Розочка-полька. Девочка. Вот такой вам небольшой ролик. Вот так выглядит мой сад на сегодняшний день, друзья. Ну и, конечно, всего вам хорошего, доброго. Здоровья вам, друзья. И здоровья вашим растениям, вашим саду. И до новых встреч. Пока-пока.